Здравствуйте, хаверим! В наш дневной урок мы изучаем письма Баала Сулана. Сегодня у нас 20-21 письма. Напоминаем, что трансляция идет на сайте РВУД и на СВИВАТОВА. Если вас в комнате менее четырех человек, мы приглашаем вас зайти в комнату по языкам. Комнаты на иврите, английском, испанском и русском вы видите на экране. Женские комнаты, такие же, с добавленной буквой W. Вы сможете задавать вопрос, и мы сможем показать вас в трансляции. Труды Баала Сулана, 710-я страница, у кого книга. Учебные материалы находятся в системе РВУД. 20-е письмо. Да, так давайте поразвинемся. 20-е письмо. Сердечному другу и моему ученику. Пусть светит свеча его. Почему не сообщил ты мне о единстве товарищей? Умножается ли оно и растет ли от вершины к вершине? Ведь это вся основа нашего доброго будущего. И о ваших успехах на подмостках преподавания. Прочитай еще раз. Это настолько сильные и красивые слова, которые светят нам на протяжении всего пути. Сердечному моему другу и ученику. Почему не сообщил ты мне о единстве товарищей? Умножается ли оно и растет ли от вершины к вершине? Ведь это вся основа нашего доброго будущего. И о ваших успехах на подмостках преподаваниях. То есть это то, о чем беспокоится Баль Сулам. Он не спрашивает ни о чем другом. Только об объединении между товарищами, между его учениками, насколько они все больше и больше объединяются. Потому что от этого зависит все хорошее будущее, все исправления, все постижения, все ступени, которые предстоит им пройти. И все это постигается только с помощью силы объединения между ними. Да. Признаюсь и не устыжусь, что заботы множатся надо мной. Так что не в моих силах наслаждаться с вами. По духу каждого, как желает он всегда. Но вырезаны мы в думах сердца моего весь день и всю ночь. И в печах жажды по вашему благу и вашему совершенству. И Творец знает, сколько усилий и сил дал я вашему делу. И уверены мы в том, что не будут они, не дай Бог, напрасны. И Слово Творца вечно стоять будет. Это значит, что нет ему еще о чем беспокоиться, кроме как объединений между всеми. И хотя он находится все время в заботе об этом и в работе над этим, но в любом случае. И беспокойство, заботы множатся надо мной, как он пишет. Когда в любом случае Творец, он нагружает все время человека, насколько человек может вынести для того, чтобы как можно больше продвинуть его к концу исправления. Пять и шесть. Пять и шесть. Здравствуйте, Раф. Первые слова в этом письме действительно пробуждают такую особую слабость, говоря о слиянии между товарищами. Я хотел спросить. Иногда бывают такие возможности, которые посылаются нам свыше, периоды, когда мы вместе делаем действия все вместе, все с товарищами. И это такие действия, которые ни с чем другим не сравнить по сладости, как большая стая рыб. Мы все вместе делаем действия для распространения каббалы и объединения по всему миру. Почему так? Ну, когда вы объединяетесь и хотите достичь цели, эта цель должна находиться перед нами и достигаема вскоре в наши дни. Так наоборот, вы все присоединяетесь к этому. И я слышал о ваших действиях и насколько вы поработали над этим. И я очень впечатлился, и мужчины, и женщины, насколько вы готовы вместе объединиться и действовать. И на самом деле это, по сути дела, большой выигрыш, который есть у нас. Все остальное это получается как результат, понятный. Но главное, что вы приложили силы и работали вместе тяжело в разных местах. Я получил отчеты об этом и получал в течение всего времени, что происходило это действие. На самом деле я очень возрадовался, что есть у нас сила добиться успеха во всем, чтобы мы не захотели. И сегодня мы уже получили результаты, да? Я думаю, что это уже говорит о чем-то и дает нам на будущее надежду. Я говорю от такой сладости очень редкой, когда ты видишь всех во время какого-то действия. Не важно вообще, какое действие, но то, что все вместе и каждый от всего сердца действует столько, насколько он может. Есть некая такая святость в этом? Конечно же, есть святость в этом, потому что Творец облачается в этом и дает нам возможность убедиться, насколько в объединении между нами, во взаимном действии, к одной цели мы можем достичь всего. Это часть большого исправления, которое мы совершаем. И на самом деле мы действовали в эти дни навстречу концу исправления во всех наших действиях Бнайбаруха. Да? Можно продолжить? Пожалуйста. Я бы хотел с другой стороны как раз спросить. Что потерял те, кто не принял участие в таком действии по распространению? Жаль, жаль. На самом деле, вы помните как-то, когда мы еще были на другой стороне Петок-Тихо? На Жаботинском. Да, на Жаботинском там. Так тоже мы выходили, затем мы рядом с центральной станцией поездов, мы выходили там по утрам, и когда я вышел тоже подняли большой шум и сказали, что не стоит этого делать. Но на самом деле это хорошо, это хорошо, это дает большие силы, мощь, оправдание пути. И стоит это делать? Стоит. Стоит. Когда мы должны стараться не думать обо всех помехах, более чем благодарить за то, что они становятся на нашем пути. Как он пишет, что заботы множатся надо мной, да? И нет недостатка у Баль-Салама во всевозможных проблемах. И в конечном счете все они записываются на благо. То, что вы работали вместе в течение этих нескольких дней и также в подготовке к этому, еще должны будете поработать над этим. И есть в этом на самом деле очень большой вес, и все это записывается в святость и к духовному продвижению всех нас. Я на самом деле очень благодарен вам. Я хотел бы еще спросить, Раф. Пожалуйста, пожалуйста. Бывают такие моменты, когда просто видишь, как Творец освечивает путь, но он просто симпатизирует нам, подкидывая новые возможности. Как мы, как наоборот, должны поблагодарить Творца? Благодарить просто в ощущении сердца и в действиях на местах. Все для того, чтобы осветить его великое имя. Кроме этого, нам ничего не нужно. В конечном счете, вся наша работа направлена на это. Чувствуете ли вы, сегодня вы тоже упомянули с утра, 15-й аватубиав соответствует корням, то есть хорошее время для распространения любви в мире. Да. Мы действительно стоим в преддверии чего-то большого? Я не могу сказать, что мы находимся буквально перед этим. Еще есть работа, еще долгий путь, и я не хочу гарантировать, что сегодня на завтра это произойдет, и все ваши чаяния осуществятся. Хотя я согласен на это, я хочу не меньше вас, чтобы это материализовалось и раскрылось. Но мы на самом деле приближаемся изо дня в день к результатам все более лучшим. тогда как то, что я слышу с другой стороны, насколько люди не понимают того, что мы делаем. Когда мы говорим о любви, которая должна распространиться по миру, и между всеми, всеми живущими в мире, все познают меня от мала до велика. И мой храм назовется храмом для всех народов. И что люди по всему миру будут знать, что вся программа направлена на то, чтобы объединиться выше всех помех, выше всех проблем. И именно этим мы побеждаем наше злое начало. Не то чтобы за это мы должны прийти к состоянию, когда мы слышим проклятие в наш адрес за то, что мы так говорим. И так же не понимают, что такое наука Каббала, что это наука связи, что мы просто идем и идут согласно тому, что нельзя обучать науке Каббала. Как такое может быть? Но если бы люди хотя бы прочитали одно предложение или несколько из нашей учебы, они бы увидели, что мы учимся и обучаем тому, как объединиться всем, как любить ближнего. Что это является центральной целью всей Туры. Мы изучаем это из многих рукописей. Также не только в наше время Баль Суламы, но еще со времен пророков и еще раньше. Да, Дуди? Дуди закончил? Да, пожалуйста. Еще Акока тоже хотел. Ияль, Раф, я хотел спросить несколько тоже моментов, которые почувствовал. Во-первых, как мы, наши посылы об объединении любви, удается рассказать, передать людям и широкой аудитории? И это не еще кто-то, кто тоже говорит об объединении любви, потому что сейчас выгодно и подходит об этом говорить, потому что цинизм, с которым люди подходят к этому, он не позволяет людям услышать эти посылы. Так мы должны начать с законов природы, плюс-минус, поля воздействия природы, законы природы. Это обязывает нас к объединению, а не то, что мы относимся к какой-то там партии или движению, или даже любовь и объединение земные. Конечно же, не это, но это закон творения, закон основы творения, что, несмотря на то, что все мы противоположны, все части творения буквально до бесконечности, мы можем объединиться в единую материю, в единое поле, в единую силу. И благодаря этому мы раскрываем силу единства во всей реальности, и это творится. И еще один момент я просто обязан сказать. Женская сила нашей группы — это нечто большое, особое. Там, где мужчинам не удается пройти, то женщины своей мягкой силой очень особо, не могу рассказать, объяснить, просто передали невероятную силу им. Спасибо. Я говорю это от себя, но уверен, что и все присоединятся к этому. А всей женской силы, которая очень была действенной и выполнила замечательную работу. Да, я уверен, что все мужчины, я вместе с ними, все мы благодарны, признаем то есть состояние, что без силы женщины, мощным Найбарухим мы бы ничего не могли сделать. Вот эта поддержка как физическая, так и внутренняя, душевная во всем стоит для нас и помогает во всем. Огромное им спасибо Богу от всего сердца. Можно продолжить? Да, да. Хотел спросить, когда каббалист, ему удается какое-то действие, которое очень хотелось его достичь. Какая его реакция, когда у него получается? Я уверен, что он сделал что-то на благо Творца, если можно так сказать, на благо Творца. Порадуй Творца. Насколько его дети, творения, они произвели какое-то исправление дополнительное в пути, и они очень рады, что приблизились к радиоотдаче, к истине, к высшей силе. Настолько, что есть у них надежда когда-то прийти к полному слиянию. Как каббалист бережёт себя от гартыни? Ну, как бы, я это сделал. Как он остаётся в радиоотдаче, при достижении цели? Я думаю, что Творец нас оберегает. Это первое. Второе. Что мы идём по правильному пути, и поэтому всегда идём от отрицания к положительному, от разбиения к исправлению. И поэтому нет у нас страха. Почти нет страха, что мы упадём в радиополучение вдруг, в гордыню зловонную или ещё во что-то. Но на самом деле будем продвигаться в таком виде, когда во всём нашем большом клее из тысяч людей по всему миру мы не ошибёмся в пути, и не будем падать в эти ямы эгоизма. А если уж и да, так один падает, другой помогает ему, поднимает его, и так мы будем продвигаться. И я вижу это по себе. По мне это проходит просто драматически, критически, из края в край. Я вижу, что это работает. Это работает. И за дня в день мы продвигаемся как раз в очень ускоренном виде. Мы прошли несколько трудных условий. И сейчас не то, чтобы они стали легче, но они станут более интенсивными. Пять и пять. Добрый день. Есть такое ощущение, что сейчас открывается много новых возможностей для передачи посылов и распространения. Как нам правильно к этому подготовиться, чтобы на самом деле выдать посыл, чтобы люди поняли, что мы от них хотим? То есть все согласны с идеей, все согласны. Да, что нужно. Но начинают спрашивать, завтра утром что делать? Как к этому продвигаться? Я чувствую, что есть такой некоторый вакуум, который мы ещё не раскусили, как действовать. преподнести эту идею широким массам объединения любви. Это проблема. Потому что это проблема тысячи лет, когда пытаются это сделать. Но в наше время есть всё-таки какая-то большая поддержка свыше, когда человечество уже отчаялось и проверяло себя в разных состояниях. как пишет Баль Сулам, мы крайне левая, крайне правая. И нам не осталось ничего, но понять согласно законам природы, согласно законам природы, что мы должны объединиться буквально в единую систему, когда только в таком виде мы можем раскрыть общую систему центральную, которая окружает всю Вселенную и нас тоже. И тогда мы раскроем тот центральный двигатель, с помощью которого мы приходим к исправленному состоянию. А иначе на самом деле мир войдёт в различные действия такого рода, что, как пишет нам Баль Сулам, о мировых войнах и проблемах. Будем надеяться, что мы уже можем пройти это без проблем. и мы поделим все эти удары на монетки, и тогда каждый из нас постарается посластить то, что выпадает ему, и таким образом мы всё-таки преодолеем и исправим. Правильно ли будет, например, если мы выстроим какую-то программу, допустим, на год, на два, на три? Как это сделать? Что с этой возможностью? Что мы можем передать народу, кроме необходимости объединения? Или говорить только о необходимости, а всё остальное само собой проявится? Надо ли прописать подробную программу? Или работать только над важностью объединения? Нет у нас ни разума, ни опыта, чтобы сейчас создать такую программу и распространить всему народу Израиля. Это невозможно. Это не для нас. И все эти вещи буквально не для нашего уровня. И я также не думаю, что есть... Вы также видите, насколько Баль Сулам совершал всевозможные действия, и в части из них он не видел успеха и якобы ошибался. И поэтому я думаю, что мы должны продолжать действовать, как мы действуем, только больше обращать внимание на широкие массы, в объяснении, во всевозможных видах объяснения. Широким массам имеется в основном в виду Израиль, а кроме Израиля и всему миру мы должны всё больше и больше выстраивать распространение. Мир требует этого. Кавказ. Зависть появилась после сообщений из Израиля о какой-то акции распространения. У меня вот вопрос, не знаю, мне как-то как русскоязычному Кли стало грустно немного от этого, что мы как-то в этом не участвовали. И вот вопрос, ну как бы в Израиле и вот такое распространение сильное, группа большая, праздники какие-то есть, которые празднуются, День Любви, а вот мы как будто на отшибе в сторонке получаемся. Это моё ощущение такое? Или нам как-то надо объединяться и чувствовать, что это всё единое и мы вместе движемся? Или как-то всё-таки единые какие-то акции нужны делать, не привязываясь к региону? Мы пока что не можем не быть связанными с тем регионом, в котором каждый из нас находится. И поэтому давайте мы постараемся работать над материалами объяснений во всевозможных формах. И это песни, и тексты, и видео, насколько это возможно, больше в соответствии с каждым регионом, которое есть на нашей планете, чтобы это было в стиле и на языке, которое соответствует этому. И так мы объясним в простом, ясном, привлекательном виде, который входит в сердце, что у человечества нет никакой другой возможности продолжать дальше своё существование, но только с помощью усилий по объединению. И что называется объединением, объясните, как это может осуществиться, и почему мы выигрываем, когда объединяемся выше всего, что мы понимаем в человеческом понимании, что это даёт нам. И так будем продвигаться. И наверняка вы можете сделать в этом много. Раф, ну простите, а сможем ли мы, надо ли нам стремиться к тому, чтобы распространять как весь, как всё мировое клей, чтобы как-то одновременно это делать в Израиле, может быть, в Испании, в Италии, в России? Нужно стараться, прежде всего, учиться тому, что каждый может сделать в своём регионе, чтобы этим не причинил вреда ни себе, ни своей группе. Но есть у вас ответственные за языки, есть у вас люди, которые уже находятся в этих действиях давно и могут проверить и сделать. я на самом деле не отношусь к этому. Максимум, что я делаю, я даю уроки и могу проводить беседы, но более того, нет, всё остальное вы должны учиться тому, как это делается. «Эпо-1». 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 И в данном случае мы как рабочие руки должны действовать, были, и мы чувствуем для себя как одно тело в этом действии. А я хотел спросить относительно распространения разъяснения. Когда-нибудь облачится ли Каббала в простую форму, так, ну, прагматически я бы даже сказал, что могла бы решать любые проблемы в жизни, отношения с детьми, или кто-то хочет учиться больше или меньше, или об отношениях между супругами легко, по-простому, без теории и бесконечной глубины в Каббале. Правильное ли направление думать об этом? Да, начните писать об этом, начните это раскладывать, и тогда вы увидите, насколько это для детей и взрослых, для семейных пар, и молодёжи, и уже супружеских пар с большим опытом, и так во всех связях между людьми, насколько вы можете поднести каждое объединение, приведя его к совершенству. Когда поднимается вопрос, когда думай в этом направлении для чего? Какая цель? Куда мы направляем? Мы сейчас что? Предоставим методику, чтобы решить проблему ссор с детьми? Это мы распространяем? Не потеряем ли мы в таком виде внутреннюю суть? Нет, если ты объясняешь это как исходящее из основной формулы, что все мы существуем как одно целое, так у тебя нет никакой проблемы. Как раз наоборот, ты этим показываешь, насколько тот самый закон системы единой, система Адама решона раскрывается нам во всевозможных своих формах, маленьких, частных, но в любом случае каждая указывает на единую общий закон. И поэтому нет здесь никакой проблемы. Как раз наоборот, ты объясняешь им, насколько во всех деталях нашей жизни любая деталь, как атомы, молекулы, когда из них, из атомов существует вся материя. Так как мы, по сути дела, видим, из чего состоит вся реальность. То же самое и здесь. И соединение между противоположными силами, плюсом и минусом, насколько в их соединении состоит весь мир, вся Вселенная и сами мы. И то, что нам нужно, это раскрыть силу, которая связывает плюс и минус, которая связывает все части творения в единую систему, в единый механизм. А иначе мы видим, что всё может рассыпаться. пяти и двенадцать. Пяти и двенадцать. Слышно? Да, Синь. я бы хотел сказать, по-видимому, по всем знакам, мне так кажется, что и мир, который теряет цели, не знает, куда идти, и всё, что происходит, произошло у нас в стране и во всём мире, начинается новый этап. Когда есть этап, есть программа для этого этапа, то, что называется последнее поколение работы последнего поколения. И это то, что объединяет нас всех, всех ребят со всего мира, Кавказ, Россия, Украина, это начинает шагать для построения последнего поколения. И мы как раз та самая спецгруппа, которая идёт за последнее поколение в атаку. Ну, мне так кажется, это моё ощущение. Да, так... Это то, что даст всем сил, это то, что нас всех объединит и построит целый конгресс последнего поколения. Мы до сих пор строили фундамент, а теперь фундамент готов, кли готова для практики. Так вперёд! Начните! если уже есть база и программа, начнём это проявлять частным образом и реализовывать. Хорошо, я вижу, что... А, есть ещё, латин-2, пожалуйста. Рэб, уверен, что все мои товарищи на этом уроке очень взволнованы тем, что услышали. Я уверен, что мы воспользуемся этим материалом для того, чтобы выразить это на ближайшем конгрессе. мы бы хотели усилить такую мотивацию передачи посылов в мир. Отлично! Мы чувствуем, что все мы вместе, и вы с нами, и мы с вами. И на самом деле мы ждём уже возможность почувствовать винение на латиноамериканском конгрессе, который вскоре состоится. И мы на самом деле почувствуем ещё больше в связи между нами, как мы с помощью этого приближаемся к Творцу всё больше и больше шаг за шагом. Очень хорошо мы уверены, что их сила решающая, главная. Отлично! Ну, кто-то ещё хочет сказать, друзья? Если нет, тогда мы приступим к нашему уроку. Может, дать женщинам что-то сказать? Вопросы с интернета. Как? Вопросы из интернета, если есть? Женщина интернета. Здравствуйте! Вопросы от женщин. Москва 3. Можем ли мы почувствовать, есть или нет объединения между нами? И я думаю, что женщины могут почувствовать это гораздо больше, чем мужчины. Они со стороны природы чувствительны к этому. И также я слышал сегодня и вчера, насколько их воодушевление было намного больше, чем воодушевление мужчин. женщины. Поэтому я очень рад, что во всех этих действиях женщины находятся вместе с нами и были во многих случаях состояния, когда они вели нас вперёд. А не то, чтобы было здесь какое-то соревнование, но я именно так почувствовал. И на самом деле большое спасибо им. со стороны людей, которые мы распространяем. Могут ли они почувствовать наше объединение? Да. И женщины могут больше распространять, чем мужчины, потому что говорится об объединении любви в мире, о сближении. И женщина может говорить об этом в гораздо более открытом виде. И с большей верой и гораздо естественнее, чем мужчины. Мог. 29. Что значит действие в любви и отдаче? Отдача воздействия или воздействие в отдаче? Действие, которое в любви и отдаче. Что это за действие? А, действие в любви и отдаче — это совершенное действие. это совершенное действие. Если мы можем приблизиться ко всем в отдаче, и эта отдача, она буквально сопровождает и даже в конце достигает любви, это всё. Нет у нас ничего. не должны учить талмуд десяти сферот и всевозможные премудрости. Мы поймём и связи между нами, что происходит. Это самая внутренняя форма и самая правильная. Без того, чтобы примешивать к этому разуму. Главное раскрыть сердце и объединиться все вместе в единую связь. Конечно же, не говорится о телесном сближении, а только сердцами, душевном сближении. Да? Продолжение вопроса, Мак-29. Можно ли завидовать факту, что другим удаётся любить больше? Или это что-то данное от рождения? Конечно же. Конечно же, очень стоит завидовать другим. есть такие, у которых нет силы влияния, силы объединения, желания, вообще необходимости в ощущении ближнего. Они отдаляются от ближнего. Я среди них. Мне очень трудно с кем-то соединиться. А связаться с кем-то у меня вообще нет никаких предрасположенностей. Вы меня знаете, я не обманываю, я очень-очень сух, и тут ничего не поделаешь, такова природа. Но всё это можно в любом случае исправить, смягчить, и очень надеюсь, что вы поможете таким людям, как я, сухим, очень жёстким в объединение, когда мы к вам присоединимся и приблизимся к исправлению. Таково шесть. Слышал, что вы сказали, что любовь — это проблема тысяч лет, насколько не удаётся её достичь. Как люди сейчас вдруг услышат и коснутся их сердца? на протяжении всей истории человечества, начиная с древних дней и до сегодня, мы находимся в этом процессе сближения друг с другом. И это сближение оно тоже сопровождается отдалением и соединением в борьбе и и приход к миру через ненависть и отдаление. И так мы всё время приближаемся друг к другу двумя ногами, правой и левой, в отдалении и соединении, как пишет Бальсулам. И так мы должны продолжать. Но мы сейчас уже пришли, как определяет Бальсулам, что это уже последнее поколение, хотя и в начале своём. И поэтому мы уже должны говорить об этом, что мы действительно можем прийти к состоянию, когда есть перед нами тропинка и путь и лестница и всё понятно и всё готово. Насколько только мы можем смягчить самих себя в той мере, в которой будем объединяться всё больше и больше между нами, мы начнём чувствовать, что это объединение — это не просто так объединение, но это выходит в какое-то особое действие, которое порождает новый взгляд, новые ощущения, что мы между собой начинаем раскрывать новую реальность, и в ней творец. И мы так продвигаемся. Почему творец даёт нам такие подарки — работать вместе и объединяться? это касается каббалистов, которые действовали из поколения в поколение и сформировали для нас это состояние. Это касается и самого состояния, потому что мы находимся в том, что называется последним поколением. И дело здесь в том, что мы являемся результатом прежних душ, которые уже прошли много кругооборотов. И мы уже выстроены таким образом, что мы можем раскрыть духовное в более внутреннем виде, как объединение и взаимовключение. Мак-29. Как мы как женская группа можем лучше помочь? Как усилить нашу Любовь к вам? Мы готовы. И я думаю, что женщины могут быть здесь просто спасти нас. Спасти нас! Как написано, что благодаря женщинам-праведницам вышли из Египта, так так мы должны понять, что благодаря нашим женщинам мы действительно можем выйти изгнание к избавлению, когда разница между изгнанием и избавлением, как объясняет нам Баал-Сулам, что это разница в букве Алиф, которая есть в избавлении и нет в изгнании. И это властелин мира, который раскрывается, что женщины могут привести нас, подтолкнуть нас к этому. И так мы благодаря им раскроем Творца. У меня нет сомнения в этом. Евретоязычная десятка, если я завидую силе, которая есть у мужчины, это хорошая зависть или неправильная? Мы должны завидовать всему, что только возможно, потому что зависть не мешает объединению любви. Не мешает. наоборот, зависть увеличивает килим. Дальше. Пока всё. Отлично. Это от женщин интернет. А есть у нас ещё... А, нет. Хорошо. Ну тогда в таком случае... А, есть у нас 5,18. Спасибо всем. Здравствуйте. Почему точечная забота — это забота и общая? нет у нас возможности достичь высшей цели, очень-очень общей, важной, интегральной, но только с помощью точек, которые мы исправляем одно за другой. Понимаешь? всё таким образом устроена из точек. И поэтому нет у нас никакой усталости, никаких проблем, чтобы мы так приблизились к цели, и тогда достигнем её в таком виде, что она будет полной. Можно ли прийти к любви истинной и настоящей? Без добавок. Амит, ты расслышал, что он там сказал? Я повторю. Можно ли достичь любви без гормонов, настоящей любви? Какая связь? Какое отношение имеет к гормонам? Я не понял. Но чтобы не мешали гормоны, я хочу любить вас без гормонов. я вообще не думаю, что говорится о любви, как ты имеешь в виду телесную любовь с гормонами, гормональную. Я не думаю, что это относится к любви. Я думаю, что это относится к любому желанию, которое есть в человеке. только есть на самом деле большое влечение к полам, да? А здесь говорится вообще не об этом. Мы не говорим о полах, мы говорим о связи, которая есть между двумя желаниями, когда они хотят объединиться в единое желание. И вследствие этого они хотят, чтобы между ними раскрылся Творец. И только ради этого они сближаются друг с другом. Мы ещё не пришли к состоянию, когда он нас влечёт друг другу только для того, чтобы раскрыть Творца, пока нам это непонятно. Я надеюсь, что ты слышишь, что я приближаюсь к товарищу, потому что мы можем раскрыть Творца между нами. И к этому мы стремимся. И тогда, если мы стремимся друг к другу, между нами создаётся место для раскрытия Творца. Почему окончательное исправление — это начало конца? Я не знаю текущей. Мне это не важно. Конец исправления, начало конца. Как будто ты понимаешь всё в тех словах, которые ты произносишь. Оставь это. Интернет. Интернет. Два вопроса от мужчин. И бродин. Как мы можем беречь наших товарищей, которые на пике нашего распространения и подвержены опасности со стороны? Так мы должны держать и оберегать их, чтобы они не упали в мусорные ямы, то, что называется, в чуждые желания. И об этом мы должны заботиться. Да? Как сделать, чтобы у них было правильное намерение? Это с помощью того, прежде всего, что мы поднимаем перед собой и главным образом перед ними важность работы именно нашей. И что мы стараемся всё время говорить о чаяниях раскрытия Творца в связи между нами, что является всей нашей целью как мужчин, так и женщин. Мы должны очень беречь связь между мужчинами и женщинами в семье и детьми, которые растут вместе с нами, чтобы на самом деле, насколько это возможно, укрепляли мужчин и также женщин в отношении нашего общества. да. Тактек по 30, в продолжении вопроса Нива, надо ли объяснять о намерении во время распространения или только, чтобы нам было хорошо в получении? Нет, мы должны говорить обо всём, должны говорить обо всём, должны соединяться, говорить о цели, как мы объединяемся, что является объединением между нами, связи между нами, обо всём. Мы должны раскрывать все эти вещи, и также каждый должен стараться писать хоть сколько-нибудь, снимать, делать вещи, когда мы можем, но в правильном, солидном виде, рекламировать этот процесс, который мы проходим, и то, что мир проходит, и что об этом мы говорим. Мы слышали в последнее время критику от известных кругов, что мы обучаем науке Каббала всех, весь мир. Это понятно нам, но это нам нужно объяснить, почему мы выходим и говорим об этом всему миру, потому что все должны прийти к исправлению, и каббалисты уже говорят об этом открыто, в полный голос, и поэтому мы пытаемся объяснить всему миру, к какой цели продвигается мир, добром или злом, но продвигается наверняка, и поэтому есть у нас здесь большая работа рассказать всему миру пути, ближайшие шаги, которые должен пройти мир. Если все мы будем говорить об этом, будем знать об этом, то, конечно же, мы приблизимся к этому быстрым и комфортным образом. Пожалуйста. спасибо. Хорошо, друзья, так осталось нам всего лишь 10 минут, если есть еще несколько вопросов, может быть, мы на этом и закроем наш урок. 5-6. Чувствуется просто огонь в воздухе, такое электричество, особенно когда слушаешь товарищей. Как увеличить это, воспользоваться как рычагом, чтобы не упустить момент, для того, чтобы двигаться еще быстрее? у меня есть только одна возможность на том слабом языке, которым я немного владею, объяснять каждый день то, что я могу передать всем, и насколько я способен. Еще день, еще день, еще, и так годы, годы, многие вы знаете меня, и мой порядок дня, и вообще мое отношение ко всему. Я не делаю из себя что-то особенное. И поэтому вот так, то, что вы можете добавить к этому, конечно же, можете. Потому что нет у меня каких-то дополнительных сил, возможностей, я не рисую, и не снимаю, и не пою, и не дирижирую, и так же пишу, тоже нет. Так, иногда у меня получалось в прошлом что-то. Я не владею языками, но если каждый сделает что-то, на что он способен, и вы это передадите через механизм, который будет проверять, исправлять, будет принимать это в расчёт, буквально в серьёзной работе по широкому распространению всему миру, когда мы будем готовить материалы во всех его формах, и будем проверять его, и будем оборачивать его в правильную форму, и будем распространять всему миру, я думаю, что это будет на самом деле большим подарком Творцу с нашей стороны, и тогда мы удостоимся его внимания по отношению к нам. Так давайте же сделаем это. Если я правильно понимаю, есть очень сильное впечатление в мировом Кли, ощущение объединения, успеха, ну такая гордость за подразделение, целенаправленное, и ощущение, что распространение может нас вести дальше. Да, только распространение, ничего кроме этого, чего можем удостоиться всех высших ступеней, всего конца исправления, это только с помощью широкого распространения, но делать это солидным образом. И кроме того, без всяких расчетов. То есть, чтобы это было понятным всем и как можно более близким к исправлению, чтобы было. Всё, я готов участвовать в этом во всём всеми своими возможностями, сколько времени у меня осталось, я готов быть вместе со всеми вами, Германия. Здравствуйте, Раф. Уже завтра начинается немецкий конгресс, европейский конгресс в Германии. И что бы вы нам посоветовали, какое бы напутствие нам дали, чтобы мы лучше с большим усилием лились в мировой клей, продвинулись в нашем направлении. Объединить сердца и на самом деле сделать что-то серьёзное в Европе. Когда-то вся Европа началась с Германии, когда ещё не было стран буквально. Да, и оттуда это началось. в распространении этих малых народов, которые находились в Германии, современной, да, они распространились во всей Европе и дали основу всем народам Европы. перевода на русский. Ладно, я не могу ничего сделать. Потом у вас будет перевод на русский. Говорят, что нет вроде бы перевода на русский. Так я очень надеюсь, что Германия она укрепится и примет на себя быть духовным центром Европы. Когда начиная с нее и далее наука Каббала начнет распространяться во все уголки Европы, как это было материально несколько сот лет назад, так же это произойдет и в духовном. попробуйте это сделать. Хорошо. Женщины интернет. Несколько впечатлений мы получили от женщин от вчерашнего действия и от дополнительных разных мероприятий. Хотите послушать? Нет, мы уже приближаемся к завершению нет, я хочу еще в Флориду спросить. Секунду, а куда дели Флориду-то? Флорида? Пускай спросят. флориду-то? замерзирую там имя. Спасибо, Рав. Я хочу обеспечить это момент о связи и не скрыть. Я хотел отметить точку того, чтобы мы не сохли от объединения. мы как раз пытаемся помочь товарищам выйти из сухого состояния. Много говорим о распространении, я надеюсь, молюсь, что удастся соединиться всем вокруг распространения и действовать так, чтобы праздновать наше объединение, чтобы было такое хорошее общее празднование. Да, вы должны сейчас оплачиться на Германию, а затем на Латинскую Америку для того, чтобы помочь им проводить очень сильные конгрессы. чтобы это ощущалось буквально в каждом уголке мира. И очень надеюсь, что вы будете правильным образом давить на них, позаботитесь о них, чтобы конгрессы были очень большими, удачными и сильными. И главное объяснить еще раз всему миру, что является наукой Каббала, что это объединение, ничего кроме этого. возьмите отрывки об этом из всевозможных рукописей, объясните всем, что кроме объединения наук Каббала ни о чем не говорит, а только как объединиться людям, конечно же, внутренним образом, там тоже желаниях, намерениях и так далее, но кроме этого нет ничего, кроме этого нет ничего. Вся программа творения она в том, как объяснить человеку, что он должен исправить себя для того, чтобы объединиться и вокруг него объединятся все остальные уровни неживой растительной животной. Ну, 5.29 тогда. Вопрос об успехах. Как не поддастся сладости успеха, а быть все время направленным на радиоотдачу? Спроси, товарищи. Я очень ценю тебя за твой вклад в работу в небо-рухе. Но есть вопросы, которые ты должен задавать товарищам. да? И тогда получишь ответ правильный, хороший и так добивешься успеха. Хорошо, Амид, мы завершили по сути. Так, заверши урок. Спасибо большое, Ро. Спасибо всем. Встретимся завтра на утреннем уроке. Ясна. Да, всем удачи. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok